В последнее время тему ксенофобии обсуждают везде. Причиной тому служат участившиеся конфликты на почве межнациональной розни и непонимания между народами. Как людям найти общий язык друг с другом, я думаю, что тематика актуальна была везде всегда и во все время, особенно в современном мире. Особенно остро проблема стоит в студенческой среде. Учёные сообщества и представители государственных структур разрабатывают и принимают множество мер по профилактике ксенофобии среди молодёжи. Проведение московской дискуссионной площадки на тему проблемы ксенофобии и межнациональной отношения в молодёжной среде – это ещё один шаг в формировании правового самосознания и ответственного поведения молодых людей. Сказать им, разъяснить, как лучше быть, как в той или иной ситуации поступать, потому что они высказывают сугубо своё мнение, они находятся в каком-то обществе. И, будучи вот так получая информацию, именно разъясняя, попунктно говоря, мы надеемся, что межнациональные, межнациональные какие-то проблемы, которые сегодня существуют, потихонечку уходить на нет. Местом проведения дискуссионной площадки стал Российский университет дружбы народов. Такой выбор не случайен. РУДН – многонациональный вуз, в котором бок о бок живут и учатся студенты из 146 стран мира. Миссией РУДН является объединение знаний людей разных национальностей, рас и вероисповеданий. Студент просчёт человеку университет, с другого вуза только замечает уникальную атмосферу дружного существования разных студентов из разных стран. Основные темы, которые обсуждались во время дискуссии – адаптация иностранцев в России, установление межкультурного диалога, рост этнического самосознания в молодёжной среде. Причём вопрос – это вопрос миграции, вопрос мигрантов, вопрос отношения к мигрантам, вопрос адаптации, интеграции мигрантов. Вот, собственно говоря, вся острота, которая была в разговорах, она была связана именно с этой тематикой. Участники дискуссии сошлись во мнении, что необходимо с ранних лет заниматься духовно-нравственным воспитанием личности. Решением проблемы послужит введение уроков интернационального воспитания и народоведения в учебных заведениях разных уровней. Реальное воспитание идёт в процессе взаимодействия, как ведёт себя педагог, что он говорит. И здесь, мне кажется, если вузы являются частью образовательной системы Российской Федерации, у них есть некоторые соображения насчёт того, что хорошо бы, чтобы в нашей стране было всё хорошо, и они работают на благо нашей страны, то, конечно, они должны заниматься этим вопросом. В последнее время в Европе всё чаще говорят о крахе мультикультурного общества. Но в России модель многонационального государства прижилась и хорошо работает. Исторически так сложилось, что наша страна многоконфессиональна. Поэтому ксенофобия и экстремизм здесь просто не имеют права на существование. Марина Саврасова, Фадия Амрайш, Новости ТВ РУДН. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова